Снова в кепке, потому что мне сказали, что у меня с Причонской не очень. Кто-то говорит, лучше не снимай. Погрей, если не может. Ну, поскольку сегодня идет разговор о кино, я хочу напомнить вам великолепный фильм, может быть, не такой великолепный, но песнями своими. Это фильм вертикальный. Владимир Семенович Высоцкий в свое время говорил, что этот фильм я запомнил на всю свою жизнь, потому что именно с этого момента многие зрители узнали мои песни. Эти песни могли вообще не появиться, потому что Высоцкий не хотел сниматься в фильме. И заслуга Станислава Говорухина в том, что он убедил Высоцкого сняться. Причем говорил так, что не надо ничего писать, ни стихов, ни песен, просто корот король. И все. Ночью Высоцкий приехал, и когда он попал в эту обстановку, он познакомился с этими мужественными людьми, которых называют альпинистами. Он, конечно, влюбился в горы, в этих людей, и он не мог не написать песни. И он их написал. И альпинисты просили, чтобы эти песни вошли в картину. И что и было сделано. Я хочу Вам рассказать короткую историю о написании песни «Вершина» или «Здесь вам не равнина». Недалеко от места, где снимался фильм, в горах произошла трагедия. Группа альпинистов, это были альпинисты ЦСКА, они попали под камнепад. Они нарушили правила горовосхождения. Они вышли на вершину пик Вольной Испании днем, когда тает снег, подтаивают камни, и группа попала под камнепад. Руководитель погиб. И вот строчка в песне «Тот камень, что покой тебе подарил» — это как раз вот об этом случае. Я предлагаю Вам спеть эту песню. Можем ее петь вместе. Она, может, не совсем хоровая, но и у нас здесь не конкурс хоров, так что давайте попробуем. Но здесь во мне равнина, здесь климат иной, идут лавины однозадные. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, а в рыв обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная трава Кто здесь не бывал, кто не рисковал Тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес Внизу не встретишь, как не тянись За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лент И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят, но нет Никто не гибнет, зырья так лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют На риск и непомерный труд Пройдут собой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай Ты здесь на визенье не уповай В горах ненадежен ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук На руки друга и в пипи крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим стены, ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово к вершине бежать из груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершина еще впереди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершина еще впереди Браво! Он быстро убежал, а утром примчался со словами «Все, я пришел застолбить Жеглова, я знаю, как его играть, и никто лучше меня Жеглова не сыграет». Тут братья стали ехидничать. «Ну, братец, ты здесь перебираешь. А чем, например, Шакуров Сергей кожа тебя сыграет?» Высоцкий так задумался. А надо сказать, что одним из характернейших его человеческих качеств было удивительное чувство справедливости. Чувство справедливости вместе с душевной чистотой. И вот именно повинуясь этому чувству, он подумал и сказал, «Да, Сережка сыграет так же, как я. Братья не вынимаются. А Николай Губенко чем хуже тебя сыграет?» Тут Высоцкий уже задумался всерьез и сказал, «Да, а Коля я не подумал. Коля сыграет лучше меня». Потом как-то хитро на нас посмотрел и сказал, «Да вам-то лучше не надо. Вам же надо, как я его сыграю». И тогда братья поняли, что Высоцкий именно тот актер, который сыграет Жеглова, потому что он своей кожей чувствует психологию милиции того времени. И все, значит, Высоцкий теперь стали искать режиссера. А братья Вайнеры стали писать сценарий только под Высоцкого. Высоцкий предложил Говорухина, Говорухину утвердили. Теперь нужно было Говорухину утвердить Высоцкого, что было очень сложно, потому что не давали чиновники снимать Высоцкого. Говорухин снял несколько проб, а надо сказать, что консультантами фильма были два генерала-лейтенанта — Никитин и Самохвалов. Братья решили, чтобы все было хорошо, они сказали, что надо этих консультантов подтолкнуть. Консультантов подтолкнули, стали смотреть пробу, первую поставили Высоцкого. Консультанты посмотрели и сказали, «Очень живенько, очень весело, все, других смотреть не будем». И Высоцкого утвердили. И еще надо сказать, что в этой картине раскрылся талант Высоцкого как режиссера. Говорухин, часто уезжая в командировки, оставлял за себя Высоцкого. И Высоцкий был главным на площадке, как будто он директор Одесской киностудии. И те ленты, очень много он снял, и почти все вошло в фильм без изменения. И надо сказать, что одна из самых сложных сцен, это со слов Говорухина, это сцена допроса Груздева в фильме, снята Высоцким как режиссером. Но никто не осмелился вставить фамилию Высоцкого в титры. Вот, и теперь многие спрашивают, почему Высоцкий не пел, было ли что петь. Это, наверное, какие-то политические дела режиссера, но песня была написана. Песня о конце войны. Я вам ее покажу. Я попрошу помочь мне, Романа Ланкина. Все пользуются его услугами. Мне нужно вмешаться. Дело в том, что барды никогда не успокаиваются на концерте. Они потом собираются и долго поют. Вот вчера это было часов, наверное, до двух до полтретьего. И каждый раз, каждый раз, когда кто-то брал гитару, это, знаете, гитара по кругу, говорили, «Рома, подыграй!» И Рома подыграл. Короче, Рома вчера был на расхват, и я не знаю, как еще он на сцену-то выходит. Роман Ланкин. Песня о конце войны. Сбивают из досок столы во дворе, Пока не на крыльях стучат в домино. Дни в мае длиннее ночей, В декабре. Но тянется время, и все решено. Вот уже довоенные лампы горят в полнакала, И из окон напленных гласила Москва свысока. А где-то солдатика в сердце осколком толкала, А где-то разведчикам надо добыть языка. Вот уже обновляют знамена и строят колонны, И полыжник на площади чист, как паркет на полу. Но все же на запад идут, и идут, и идут батальоны, И над похоронкой заходятся бабы в тылу. Не выпитав славсть родниковой воды, Не куплено впрок обручальных колец, Все смыто потоком народной беды, Которой приходит конец, наконец. Кот со стекол содрали кресты из полосок бумаги, Вот и шторы дало, и затемненье уже ни к чему. А где-нибудь спирт раздают перед боем из фляги, Он все выживает, и холод, и страх, и чуму. Вот уже очищают от копоти свечек и полы, И душа, и уста, и молитвы творят, и стихи. Но с красным крестом все идут, и идут, и идут эшелоны, А вроде по сводкам потери не так велики, Уже зацветают повсюду сады. И землю прогрела, и воду в Орвах, И скоро наградой за родные трубы, Подушкой свежей травы в головах, Вот уже не маячат над городом аэростаты. Замолкли сиреной, готовясь победу трубить, А родные все еще выйти успеют в комбаты, Которого все еще запросто могут убить. Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны, Будет клятвы слышны жить в согласии, в любви без долгов. Но с красным крестом все идут, и идут, и идут эшелоны, А нам показалось совсем не осталось врагов. А нам, показалось, совсем не осталось врагов. А нам, показалось, совсем не осталось врагов.